как ни странно колокольню потому что начинается новая рабочая неделя и там мне нужна будет история уже в какой-то степени отработанная в общем буду рисовать и что-то проговаривать ну вот ось на которую садится вся эта радость я сейчас рисуюсь архитектурных чертежей кижовских потому что но если вы смотрите my stories то вы видите что я очень много делаю вот это кижовская история так блин полуночное рисование ну что это такое еще перо не очень хорошо рисует девах она хорошо писала не было проблем на тут косячи ноги я буду делать какую-то такую прикидку поглядываю на вот эти чертежики жесткие непримерно стараюсь устаканить на себя вот это все пропорциональную схему чтобы более-менее легко с ней обращаться ну легко точно не будет но как-то будет смотрим пока рисую то что вижу на самом деле это не процесс проектирования этот процесс такого эскизирования изучение материала а вижу сейчас блин сильно больше чем раньше пока не касался этой темы пока не касался все было гораздо проще сейчас вот не знаю во что утку нас самому интересно но тут стал бы такие немаленьким прямо скажем надо человечек для сумасштабности нарисовать а нет наверно сначала колокол тут такая набранная крыша из щипы два приема ты бинь ты бинь ты бинь ты бинь ты бинь окей не туда приходит история с куполом вот такой подкупленный бромбан на дальше наверх идет купол намечу элементы но саму ширину столбу в общем ничего сложного в таком случае чем гениту балясина не буду сильно вырисовывать но там есть определенный такой устоявшийся их рисунок но я точно не буду прорисовать его для этого скетча мне кажется совершенно нужно накидают там три таких вот образом и юки это уже отметилась у меня в голове супер тут такие круглые элементы принципе они там уже плюс-минус фиксированы это я прорабатываю блин лучше не сфокусирован прорабатываете для колокольника бралова кто смотрит мои инста stories в принципе битве наверное проект него показывал в рабочем состоянии еще пока никуда не кладу такому закончена ну закончена там все равно будут вариации от этого никуда не уйти ну и это прекрасно это значит что проект такой живой не вариативный тем более что в нем вариативность заложено изначально но он как человек но он должен жить меняться приходят другие обстоятельства он берет и радостно меняется прокладываю тени я думаю солнце справа есть такое кафе даже я только сегодня понял как она называется солнце справа это когда мы но солнце ставим отсюда значит тени отсюда и солнце справа отсюда чаще всего но для всяких рисунков учебных или не учебных потому что дико удобно и только сейчас до меня до первого почему это кафе называется так дошло блин хотя сам все время и это использую на курсах это проговариваю на догнал только сейчас почему не знаю потому что очень хочется в кафе говорят что открыли ну типа есть разрешение открыть использовать кофейники которые на открытом пространство но типа не в помещении но точно не знаю почему вот идея такое колокольни растут крыше не из щепы а из доски буду немного крутить готов все-таки прям посложнее чем девушек рисовать поэтому буду поворачивать лист так как мне хочется не знаю насколько симпатично все получится скетчбуки с вами чирикуют так безответственно почему рад никогда она безответственно то не получается лучше не свобода на тут на ютюбе еще в прямом эфире есть но такое некоторое смущение от публичности процесса и желание заведомо хорошего результата ну посмотрим накидывается я потом планирую на этот видос отправить ну там ускорить очень много раз дом 12-15 секунд и закинуть какой-нибудь тик ток виде клипа и поэтому меня немножко напрягает то что я кручу лист мне кажется это не хорошо будет выглядеть на видео вскоре нам до безумия но он такие элементы кстати мне что-то было не приходили вот эти купола они повторяются здесь по сути рисуем такую аксонометрию ноги намечу бревно и тут как я понимаю сурк такой где бревна не как же он называется ладно посмотрим если раньше я радостно это все размазывал но когда рисовал чернилами с вами размытием водой сейчас я рисую тушью или особо ты не про замазываешь сейчас посмотрим что можно сделать что можно придумать чтобы вся эта тема выглядела симпатичной я очень люблю размытие за то что она быстро дает эффекты но я намного больше люблю тушь потому что она супер конкретная ну а на абстрактное тоже но мне намного приятнее не рисовать в общем вот рисую такие кружочки для бревен и надеюсь что это сработает посмотрим может быть спасу ситуацию тем что он нарисую рядом много зеленки для отвлечения внимания кто-то вот такая структура да да может быть видос для тех только и не подойдет слишком часто кручу лист в общем если вы не запаркиваетесь всякими съемками то лучше крутите лист будет 100 раз удобнее так нанесу теневые области чтобы у меня уже начинал читаться ритм не сделаю контурную историю она хорошо работает на фигуре сейчас посмотрим как она работает с архитектурой ну вроде тоже ничего вот моя средняя линия так конечно нужно будет забрать такой более ну интересно сейчас я попробую принести сюда истории валеров это немножко странно но может быть это зайдет я прямо увижу на этом фрагменте насколько это хорошо ли работает потому что на каменной структуре работает отлично с бревенчатыми сооружениями будет ли удачное впечатление или для структуры бревна это неприемлемо сейчас мы это увидим нет фрагмент так запомню и оставлю чтобы он перед глазами лежал и маячил да не дурак нормально работает кстати мне нравится но если так приду сюда так и вот этим большим друг тень да ну тогда можно и сюда его принести не он нормально таком общит всю эту историю не будет заставлять мне вырисовывать миллион планочек меня это офигенно радует перо начинает царапать бумагу всегда такой драматичный момент немножко больше накладывают уши к перелому между тенью и светом более выделяют кусочек вот этот светлее будет сейчас попробую также пройти с этим маленьким куполом и вот здесь и вот здесь и вот здесь таки ну купол получился такой немножко пухляш ну ладно это все дело практики блин я пачкаю каким-то местом садил тушь и она теперь располагаю зайца немножко по всему листу так тут подчеркну идею бревен да вот такая что происходит дальше дальше происходит вот такая история то что это у нас шестигранник или шести нет восьмигранник и он посажен на квадратную структуру вот такой вот она нет как раз угол вот здесь дверной проем такая структура такая структура да все-таки слишком много кручу лист потом я не смогу ускорить видос новые листики крутите это хорошая тема очень хорошая очень удобная да я не очень хочу нарисовать миллион бревен я постараюсь обойтись каким-то небольшим количеством блин может быть я пропорционально еще сделал вот это слишком широкой широкой ну ладно посмотрим намечу идею бревен я не хочу очень сильно деталить эту структуру боюсь мне вот эту тоже придется сюда принести чтобы тонирование было в общем так вот здесь дверь где-то она на середине может быть чуть ниже такой дверной проем вот здесь начинается уже земля нет ниже вот здесь значит дверной проем тоже ниже вот ну не беда тут вот эти ошибки я заполню сейчас штриховкой ну что в этой штриховке прикольно то что на ней можно очень супер хорошо отдыхать то есть ты знаешь что у тебя сейчас что ждет ну простая тупая как будто бы работа ты просто должен какой-то кусок заполнить вот таким паттерном и начинаешь в рисунке уже не думать отдыхать и заниматься какой-то декоративной ерундой ну вот это мне очень нравится я прям чувствую некоторые облегчения даже потому что иначе мне пришлось бы сейчас вырисовывать эти бревнышки на это так лениво и внутренно но мне совершенно не интересно я с удовольствием больше отдохну за набиранием вот такого вот паттерна но если конечно не слишком много он скушает у меня времени но ошибками закрывают очень хорошо то есть тут уже не будет проблема что я там что-то где-то не так не там нарисовал тоже если вы повторяете со мной мои видео то попробуйте использовать эту идею она очень хорошая я взял у Артура Габцилда есть превосходная книжка по рисованию пером и тушью Артура Габцилда такая ярко-желтая я ее советую всем моим студентам это мне кажется лучшая книга по перу и туши которую я читал ну если что я тоже пишу свою книгу но еще не успел написать но когда-то она будет вот такой милый симпатичный вот примерно нужно прийти к такому тону ну я занимаюсь такой расслабляющей деятельностью вот здесь ближе к перелому форму ну увеличивается плотность штриха становится более интенсивным и чуть-чуть разреживается вот туда ближе к краю а я нарисую просто дверной проем без козырька может быть даже хотя может нужно с козырьком потому что это будет иначе немножко странно ну сейчас посмотрю ну еще пару бревен добавлю нет видимо без козырька я уже прям очень жирно нанес дверной проем пускай он так маячит можно было бы наверное людей нарисовать для самоштабности на принципе тут для самоштабности уже есть дверной проем уже все с самоштабностью понятно ну так же стоит заштриховать может быть гораздо темнее чем как разрушает на грузающая штриховка не хочется затягивать эту графику вот вот это штриховании она классная но она много берет на себя времени но очень-очень-очень спасает если мы рисуем может быть не так хорошо как нам бы хотелось потому что вот такой вот штрих делать научиться легко а нормально прорисовывать там историю с бревнами чтобы она смотрелась графично офигенно это еще нужно прям постараться немного конкретизирует всем потому что уже хочу заканчивать рисунок принесу такие более существенные акценты покажу бревна конечно же стараясь не прорисовывать все очень подробно не уходить безумно и детализацию может можно разряжать увеличивая длину штриха тогда как то это может быть можно быстро заполнить сейчас я посмотрю в принципе нормально работает если штрих маленький конечно смотрится аккуратно но откуда у нас времени на маленькие штрихи вот она дверь но тут скос немножко намечающую бревну в принципе я особо не хочу больше это все прорабатывать потому что немножко заполнился ну может кустики рядом чтобы было понимание антуражности все это история что не такое легкое воздушное и симпатичное и может быть человечек ну хотя человечек наверное будет уже лишний нет нужно еще кустик с этой стороны это что-то не очень природно не хочу рисовать ничего высокого чтобы она не спорила по высоте с этой колокольней пусть он остается такой грандом доминантой на листе а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Я думаю так особо больше продолжать не буду Остановлюсь примерно на вот этой вот ситуации Еще подчеркну Горизонтальность И бревенчатость И зеленушки добавлю Ну в принципе так Симпатично, графично Мне может быть сегодня еще тоже вылезу в эфир И порисую не деревянный домик, а какой-нибудь венецианский Потому что венеция постепенно открывается Ура! Блин, счастье-то какое! В общем вот Я думаю нужно подписать Сейчас Едуард Кичигин 2020 Год Ну окей Ладно Такой скетчик Маленький Вот он Если вам понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Смотрите там внизу В описании к видео Много ссылок на плейлисты Ольга Спасибо большое И в этих плейлистах Много вот таких разных уроков Как рисовать Ну ландшафт, архитектуру И фигуру Вся вот эта вот история Спасибо вам Хорошей ночи Чау-чау